Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. С Михаилом Хазиным. По традиции, високосный год более тяжелый, чем все предыдущие. Но, собственно, ничего удивительного в этом нет, и все к этому шло. Поскольку передача у нас длинная, то по этой причине первый час я буду растекаться мыслью по древу. Но, правда, может быть, у меня будут не совсем новогодние рассуждения. Я буду говорить про общеэкономические тенденции, в том числе не самые приятные. А вот во второй части я попробую поотвечать на вопросы, если, конечно, народ проснулся, что вообще говоря не очевидно. Итак, начну я с новости, которая пришла буквально вот в новогоднюю ночь в Калифорнии два дня тому, ну, там, несколько дней тому назад, буквально за пару дней перед Новым годом, избит полицейскими, а потом добит в своем доме величайший айтишник, внесший ключевые изменения не только в Линукс, но и в одну из ветвей классического Юнукса Ян Мердок. Ну, детали можно прочитать в интернете, я думаю, что это уже не проблема, но сама по себе ситуация, в которой мы находимся, она вот в этом смысле очень показательна. Дело в том, что Ян Мердок – это не какой-нибудь там негр, да, это человек, получающий даже по американским меркам очень приличную зарплату, который, ну, никак не мог оказаться где-нибудь в темном негритянском квартале. По некоторым данным можно предположить, что когда его первый раз избили, то он, придя домой, написал там в Твиттере или еще где-то, что типа подам в суд, я им всем покажу. Ну, что и вызвало ответную реакцию полиции, которая во всех странах и во все времена очень не любит оказываться виновной. Кроме того, по американскому гуманному законодательству арест и другие действия с задержанными не подлежат контролю, то есть видео. В России, как мы знаем, после нескольких резонансных историй несколько лет тому назад, это правило ввели, то есть там особо изгаляться нельзя, хотя, конечно же, это и происходит. Но вот здесь нужно сказать несколько слов, потому что это место представляется мне очень принципиальным, и я думаю, что оно будет повторяться, повторяться и повторяться. Кстати, я думаю, что в Соединенных Штатах Америки никакого своего внутреннего списка Магнитского они не введут, что, впрочем, совершенно естественно, поскольку список Магнитского это политический акт, а он никак не связан ни со справедливостью, ни с законом. Тем более, что, в общем, не секрет, что люди, которые связаны с этим списком, были по российскому законодательству преступниками. А вот Ян Мердок преступником был вряд ли, в лучшем случае его деяния можно отнести к легкому хулиганству. И то при этом мы даже не знаем, да, был ли он, как бы, в состоянии алкогольного опьянения, и насколько он активно сопротивлялся полицейским, поскольку никаких свидетелей, кроме самих полицейских, нет, а они, естественно, будут врать напропалую. Тут и проблем никаких нет, это абсолютно очевидно. Итак, в чем проблема, с которой мы столкнулись? И почему я считаю, что истории, подобные истории с Мердоком, будут повторяться все чаще и чаще в самых разных странах, кстати, и в нашей в том числе? А дело вот в чем. А на протяжении даже не веков, а тысячелетий модель социальной устойчивости была выстроена на традиционных ценностях. То есть, иными словами, люди знали, что надо соблюдать некие правила. Я очень хорошо помню, как, когда я учился в школе, в младших классах, учителя таким наиболее хулиганствующим детям говорили замечательную фразу, что ж ты такой бессовестный. То есть, иными словами, совести у тебя нету, нету внутреннего ощущения, что вот эти вот правила нужно соблюдать. Отметим, что сами они вот в такой традиции, к которой мы привыкли, то есть, христианские ценности, библейские и так далее, они возникли же не просто так. Они возникли примерно 3,5 тысячи лет тому назад в Средиземноморье, в Междуречьем или в Египте, может быть, чуть-чуть раньше. Но смысл их был очень простой. В момент разрушения родоплеменного строя необходимы были правила общежития. Дело в том, что когда люди живут родоплеменным строем в своих маленьких деревнях, то вопрос о том, кто прав, а кто виноват, решается очень просто. Если вы принадлежите одному роду, то нужно идти к старейшине, который говорит, ты прав, а ты виноват, поэтому, значит, вот ты должен там так-то извиниться. А если два разных рода, то надо, соответственно, идти, каждый идет к своему старейшину, они встречаются и между собой решают вопрос. Когда появляются города, то у вас начинаются проблемы, потому что вы не знаете, кто тот человек, с которым вы разговариваете. Из какого он рода, какой у него статус и как с ним себя нужно вести. И, соответственно, необходимы некоторые универсальные правила общежития, которые и появились в тот момент. Разумеется, желательно, чтобы эти правила были освещены какой-нибудь, ну, такой серьезной традицией. Ну, проще всего объяснить, что их там Бог написал на скрижалях и, соответственно, вручил для обязательного исполнения. И эта система действовала на протяжении, еще раз повторю, тысячелетий. До тех пор, пока в Европе, еще раз повторю, это правила общежития. То есть, иными словами, никто не подразумевает, что их нужно исполнять в обязательном порядке. Просто говорится, что если ты эти правила соблюдаешь, то жить тебе будет легче. И следует ожидать от твоего контрагента их исполнения тоже. Если же он их не исполняет, то ты вполне себе имеешь право на ответ. В стиле око за око, зуб за зуб, полным, как бы, все это описано. То есть, иными словами, нарушать правила первым не стоит, но если твой контрагент нарушает, то ты имеешь полное право сделать то же самое. И так продолжалось до 16 века, когда на севере Европы впервые с целью абсолютно экономических, я про это рассказывал сейчас, я это повторять не буду, появился капитализм, который был выстроен, исходя из формально библейских правил, в тезисах, которые в 1518 году, Мартин Лютер прибил к дверям церкви, все эти тезисы были, все заповеди. Но в реальной жизни уже через 10-15 лет после того, как Мартин Лютер совершил свой знаменательный поступок, в Голландии появилось банковское законодательство. До этого ростовщики были, я уже говорил о том, что заповеди не обязательны к исполнению. Важно знать, что ты совершаешь нехороший поступок, когда ты их нарушаешь. Ну, собственно, вся идеология авраамических религий построена на логике покаяния. То есть, иными словами, все понимают, что человек не может соблюдать все заповеди всегда, но зато он может потом покаяться и сказать, типа, был неправ. И желательно, чтобы он думал об этом в тот момент, когда совершает нарушение. Так вот, запрет на судный процент, который есть в заповедях, запрещал создание институтов, построенных на кредите, на судном проценте. Ростовщики были, но они всегда были людьми второго сорта. И, в общем, на них все показывали пальцем, говорили, вот идет этот кровосос. А начиная со второй, третьей, шестнадцатого века, появилось банковское законодательство. То есть, иными словами, эта деятельность стала легализована официально. После этого, на протяжении примерно двухсот лет, всю Европу сотрясали жесточайшие войны, пока не были приняты новые нормы межгосударственные, но самое главное, появились две концепции, которые, собственно, вот эту вот проблему заповеди решали. Первая концепция – это была концепция восстановления запрета на судный процент. Эта концепция появилась в рамках той модели, которую мы потом назвали красным проектом. Идея там была такая. Поскольку отказываться от научно-технического прогресса, от промышленного развития очень не хотелось, а оно без судного процента, без кредита существовать не может, то по этой причине разрешить судный процент, оставить его, но запретить частное присвоение доходов от судного процента. Это красный проект. Его реализация в такой наиболее жесткой форме была вот в марксовском варианте СССР, который просто запретил частную собственность на средства производства. Но, вообще говоря, можно придумать и другие модели реализации красного проекта. Еще раз повторяю, базовая идея в нем следующая. Доход от судного процента не может быть частным. А, соответственно, вторая идея – это идея либерализма, которая заключается в следующем, что не нужно вообще никаких ценностей. Зачем? Это лишнее. Это никому не нужно. У нас должна быть свобода, которая выражается в том, что каждый человек сам по себе определяет ценности. Проблема состояла только в одном. Дело в том, что одно дело – провозгласить, как некоторую цель, а совсем другое – реализовать на практике. Дело в том, что все попытки реализовать какие-то абсолютно свободные модели, типа общин хиппи, они немедленно сводились к тому, что там появлялся какой-нибудь жесткий диктатор. Я не помню, как называется этот фильм. «Лагуна», по-моему, или еще как-то, в котором Леонардо Ди Каприо играет, как он, значит, попал в такую общину где-то в Юго-Восточной Азии, где вроде бы полное счастье и полная свобода, но потом, неожиданно, выясняется, что там есть довольно жесткая диктатура, в которой, соответственно, шаг влево, шаг вправо, и, значит, можно даже умереть. Что это... Вариант, который был объявлен, и еще раз повторяю, пытался как бы быть реализован, однако в крупных социальных группах все-таки это сделать не получалось, и по этой причине все государства, даже те, где формально была либеральная идеология, они были выстроены по традиционным ценностям. Иначе невозможно было добиться социальной стабильности. Даже в Соединенных Штатах Америки общины местные были страшно вот такие вот христианско-консервативные. Да, с точки зрения католического или православного варианта христианства, они все были еретики, потому что там в основном общины были протестантские. Но, тем не менее, базовая система ценностей была. А потому что, ну, теоретически, да, логика была такая, что если социальная стабильность построена не на ценностях, то нам нужен какой-то другой инструмент стабильности, а какой-то инструмент – закон. И, соответственно, отсюда во всех западных обществах и в немецком, и в англо-саксонских, во всех культ закона. Но есть одна тонкость. Дело в том, что закон исполняется только тогда, когда есть общественный консенсус по его исполнению. А если консенсуса нету, то он и не исполняется. И по этой причине, в общем, до конца XX века, несмотря на развитие либеральных идей, отказаться от традиционных ценностей, в общем, сильно было нельзя, опасно. Очень сильно дестабилизировалось общество. А вот, соответственно, в 80-е годы ситуация изменилась. Дело в том, что концепция среднего класса, возникшая как альтернатива марксовской идее классов, то есть людей, у которых средний по уровню доходы, она, конечно, существовала, но, по большому счету, количество представителей среднего класса было все-таки не очень много. Если смотреть честно, ну, в Соединенных Штатах Америки в 60-е и 70-е годы, в пик расцвета эта доля стала превышать 50% населения, но устойчивость нахождения в среднем классе была относительная. То есть, иными словами, человек, который лично заработал на жизни в среднем классе, очень часто ему уже было там за 35 или за 40, и при этом не было никакой уверенности, что он этот статус сумеет сохранить, когда выйдет на пенсию. А вот дальше, и кроме того, что этот статус будут иметь его дети, а вот дальше началась очень интересная штука. В 70-е годы, когда Соединенные Штаты Америки испугались, что они проиграли соревнования двух систем СССР, и, соответственно, начали в 81-м году реализовывать модель рейгономики, предполагавшую стимулирование частного спроса, неожиданно обнаружилось, что это резко увеличивает количество среднего класса. Причем увеличивает не только количество, но и устойчивость пребывания людей в среднем классе. Потому что люди стали потреблять существенно больше, чем зарабатывать. Да, для этого пришлось изменить модель кредитования частных лиц, от модели возврата долга перешли к модели рефинансирования, как у государств. Да, при этом этот долг непрерывно рос, это ДТП, но, тем не менее, эту модель запустили. Цель-то была, естественно, разрушение СССР, и эта цель была достигнута. Но средний класс – это уникальное образование. Дело в том, что людям бедным закон не нужен. Они не могут его использовать. Закон – это институты, это адвокаты, это суд, это следствие, это тюрьма. И для того, чтобы с ними работать, нужно иметь деньги. Это мы хорошо знаем сегодня, после разрушения СССР. А на Западе это знали всегда. У бедного человека денег нет, поэтому он ни судиться не может, ни, соответственно, использовать этот инструмент. Ему закон, бедному человеку, не нужен. Ему нужна некая традиция. Вот как раз ему-то нужны традиционные ценности, что его нельзя обижать, потому что это плохо. А, соответственно, для богатых тоже не нужен закон, потому что он человек богатый. И у него есть свои инструменты защиты своей собственности. Если вы почитаете разные западные книжки, ну, например, очень хорошо это описано в западных детективах. Лучше всего у людей, которые в общем к западной системе относятся хорошо. Например, Дик Фрэнсис, который, ну, он не может относиться плохо к своей стране, тем более, что он занимал достаточно высокопоставленное положение личной жакеи королевы. И по этой причине он, когда он описывает вот ту реальность, в которой живет, то он, в общем, абсолютно честно пишет, что богатые люди защищают свои интересы сами. А закон они используют крайне редко. Только когда уже нужно уже, как бы, реализованное ими наказание виновного, там, легализовать или сделать долгим. Так вот, а вот среднему классу закон нужен, потому что у них есть какая-никакая собственность, прежде всего, жилье. Ну, там, автомобили, еще чего-то. И они должны эту собственность защищать. Защищать ее силой они не могут. Это мы хорошо знаем на примере сегодняшней России. То есть, любой богатый человек, у любого человека среднего, он может все отобрать. В бизнесе это называется рейдерство. Ну, просто покупается решение суда, и у вас отбирается ваш бизнес. А судиться бессмысленно, потому что это требует колоссальных денег, которых нет. Вот это свобода, да? Но, тем не менее. Значит, по этой причине именно среднему классу нужен независимый суд. Отметим, кстати, что в нашей стране внутри богатых тоже был нужен свой суд. Но это специфический суд. Там не закон, там понятие. Именно поэтому в 90-е годы, когда этого арбитража внутреннего не было, был очень большой конфликт. И об этом я еще расскажу чуть-чуть позже. Так вот, среднему классу нужен закон. Но такая вот система, которая требует отказа от традиционных ценностей и, соответственно, принятия закона, она требует ликвидации базы традиционной ценности. Потому что иначе люди все время будут тыкать пальцем закон и говорить, он несправедлив. Справедливость, как понятно, это понятие, основанное на традиционных ценностях. То есть, это несправедливо, потому что нарушает традиционные ценности. Так нельзя. А, соответственно, если у вас есть закон, то там нет понятия справедливо-несправедливо. Закон суров, но это закон. Да, он несправедлив, но нужно его выполнять, чтобы был порядок. Так вот, для того, чтобы разрушить систему традиционных ценностей в рамках вот этого вот либерального общества, построенного на законе, стали использовать инструменты разрушения семьи. Потому что именно семья воспитывает прежде всего традиционные ценности. Ну, еще школа, но школу ликвидировали, в общем, тоже. Ее ликвидировать легче, потому что это государственный институт. А семья как бы вроде бы частная. Ну, вот ее стали ликвидировать через ювенальную юстицию, через гей-парады, через... Ну, в общем, короче говоря, массы есть, соответственно, институтов, целью которых является разрушение семьи. По одной единственной причине, что семья – это институт традиционных ценностей. А есть, я уже говорил о том, что если у нас есть закон, то закон требует института, в том числе института полиции. И поскольку закон является основой социальной стабильности, то его институты являются важнее, чем все остальное. И, соответственно, отсюда появляются законы о том, что полиция – это институт, который не может ошибаться. У нас принят закон, по которому вы не имеете права противодействовать полицейскому. Он может как угодно над вами изгаляться, в том числе убивать, но единственный шанс опровергнуть его действия – это обратиться в суд потом. В соответствии с традиционными ценностями, если человек нарушает правила, его можно убить. Но, грубо говоря, если к вам врывается полицейский и начинает, например, избивать вашего ребенка, потому что ваш ребенок в песочнице обозвал ребенка полицейского или еще чего-нибудь в этом роде, то в сегодняшней ситуации вы не имеете права делать вообще ничего. Вы должны терпеть, и только потом, уже когда ваш ребенок покалечен, обращаться в суд. А суд, естественно, в этой ситуации встает на сторону полицейского, потому что полицейский – это основа социальной стабильности. Вот это реальная проблема. Пока имеется средний класс в большом количестве, эта проблема решается, потому что обыватели, а средний класс всегда обыватели, они исходят из логики, что лучше, чтобы все было тихо, да, кто-то один пострадал, но, в общем и целом, все хорошо. А вот когда начинаются экономические проблемы и количество среднего класса сокращается, вот тут-то возникает, начинают возникать разного рода проблемы. Новости. Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. С Михаилом Хазиным. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Продолжаем. Наши рассуждения связаны с новостью конца предыдущего года о гибели в Калифорнии одного из лидеров IT-сектора в Соединенных Штатах Америки Яна Мердока. Итак, если у нас социальная стабильность в обществе обеспечивается средним классом, которому по зарез нужен закон, то этому среднему классу надо предъявить ту схему, которая его оптимальным образом устраивает. Вот она и была предъявлена. Дело в том, что средний класс – это люди не только со средними доходами, но это люди с типовым потребительским поведением. То есть, иными словами, они покупают некоторый типовой набор благ, начиная от отдельного жилья, это может быть квартира или дом, и, соответственно, кончая автомобилями, гаджетами и так далее. В том числе политические услуги. И по этой причине именно для среднего класса была придумана очень удобная схема конкуренции двух, иногда двух с половиной, иногда даже трех, но, в общем, типовых партий. Одна чуть-чуть левее, другая чуть-чуть правее, но типовых. Именно по этой причине мы видим и в Германии, и вообще фактически в любой западной стране две партии, потому что они олицетворяют две линии. Иногда очень редко появляется третья партия, но которая, она таким является стабилизатором. В случае, если ни одна из двух партий не может откровенно выиграть, то она как бы бегает между ними, как мы видим, как это было в Германии, где была социал-демократическая партия, была ХДС, ХСС. Напомню, что ХДС, ХСС – это христианско-демократическая партия, то есть партия, в общем, людей, которые положительно относятся к ценностям. А почему такой странный ХДС, ХСС? Дело в том, что большая часть Германии протестантская – это ХДС. А Бавария, самая крупная земля немецкая, она католическая. И по этой причине там, как бы, они отдельно формальной партией были, свободные демократы, которые бегали то туда, то сюда. И на протяжении 20 лет лидер свободных демократов Ганс Дитрих Геншер занимал ключевой пост министра иностранных дел то в одном правительстве, то в другом. Так вот, а теперь мы оказались в ситуации, когда денег, которые генерирует экономическая система, недостаточно для того, чтобы поддерживать уровень жизни среднего класса. В результате большая часть этого самого среднего класса начинает переходить в состояние бедных. Но это не то, что были старые бедные, то есть люди, которые знали точно, что закон не про них. Это очень специфический слой людей. Новые бедные, которые, уровень образования и миропонимание которых выстроен такими большими деньгами в их нынешнем состоянии, которых у них никогда уже не будет. То есть этих людей лишают возможности иметь жилье, этих людей лишают иметь возможности иметь то, что они считают нормой в жизни, автомобиль, гаджеты, образование и т.д. Это по их детей. Но которые, тем не менее, еще знают, что такое закон, что такое права человека и много еще чего. Это будет очень специфический слой людей. Ничего подобного не было. Исключение составляет Российская империя конца XIX-го, начала XX-го века. Но об этом я скажу еще немножко. Так вот, люди такого толка, а их будет становиться все больше и больше. Я напомню, что уровень жизни определяется расходами, а доходы при этом могут быть достаточно низкими. В Соединенных Штатах Америки сегодня средняя заработная плата находится на уровне 1958-го года. Да, еще раз повторю, 60-е и 70-е годы средний класс составлял больше половины населения Соединенных Штатов Америки. Формально. Но сегодня-то расходы сильно больше. У нас появились обязательные страховки, у нас появились обязательные социальные расходы и т.д. Это порезко выросли цены. Жить становится много сложнее. Кроме того, не забудем, что все-таки довольно сильно сокращалось сельское население. И это еще до начала кризиса. После кризиса средний уровень жизни упадет по зарплатам, по покупательной способности куда? В 30-е годы. Ну, в 30-е годы Великая Депрессия. В конец 20-х. Но в конце 20-х в Соединенных Штатах Америки сельское население было 60%. Они себя кормили сами. А как быть сегодня, когда это городское население? И это в Соединенных Штатах Америки. А в Европе, в Северной, где зимой бывает холодно, где людей нельзя выгонять на улицу. В США-то пускай они там себе живут, они выживут. В нашей стране или где-нибудь там, а на Западе, даже во Франции, в Северной Италии, люди на улицах не выживут. И вот эта проблема, я не уверен, что современные власти, бюрократия западная, да и наша тоже, понимает этот феномен. В нашей стране он носит еще более сильный характер, об этом я скажу буквально через несколько минут. И по этой причине увеличение количества вот этих вот новых бедных, то есть людей, которые пытаются отстаивать свои права, она пытается задавить силой. Именно по этой причине все более и более ужесточаются так называемые законы о безопасности. И, соответственно, усиливаются права полиции. Логика здесь простая. Если ты по-настоящему богатый или средний класс, то в этом случае ты потом отобьешь свои права. А если ты новый бедный, то есть ты там на что-то претендуешь, то тебя надо палкой вбить, ну или ботинками кованными, чтобы ты не выпендривался. Что ты должен знать свое место. Если у тебя денег нет, то ты никто. Разумеется, при этом могут быть эксцессы. То есть вы можете нечаянно забить человека богатого. Ну вот как, например, Яна Мердок. Как утверждается, его зарплата была примерно полтора миллиона долларов, что примерно соответствует, если бы он был бизнесменом, личному капиталу где-то там в 50-100 миллионов долларов. То есть он реально очень богатый человек. И тем не менее, его забили ногами. А может быть и пристрелить деталей пока нет. Но, еще раз повторю, пока это отдельные случаи. Хотя, я думаю, они несколько более частые, чем говорится в прессе. Просто в данном случае уж больно известный человек. А менее известные, может быть, так пролетают. Но пока обыватели молчат. Но дальше будет только хуже. И у них, и в нашей стране. Вот я напоминаю. А вот что будет? Я напоминаю, что происходило в Российской империи. В Российской империи во второй половине XIX века, особенно после отмены крепостного права, в 1861 году. Напомню, что в США в это время была гражданская война и отменяли рабство. То есть в этом смысле мы с ними идем практически один к одному. Началось усиление капиталистических отношений. Понадобились люди с образованием. Но государство в Российской империи было сословным. И по этой причине люди, получившие образование, для которых специальные слова изобрели, разночинцы, они не могли сделать карьеру. Потому что они натыкались на то, что карьерное продвижение во многом было связано с правильным сословным происхождением. То есть люди до какого-то момента доходили, а дальше резко останавливались. При этом иногда были прорывы. Я напоминаю, что абсолютно бедный человек, отец Владимира Ильича Ленина, дошел до чина действительно государственного, действительно статского советника, то есть генерал-майор. Он получил даже не личное, а потомственное гражданство. Собственно, поэтому Владимир Ильич Ленин был дворянин. Но таких было мало. В основном карьеру делали те, кто и так уже обладал потомственным дворянством. В результате появился довольно широкий слой людей, образованных, но которые сильно не любили власть. И в результате сложилась уникальная совершенная ситуация. Активность бомбистов и террористов из народной воли, а потом эсеровской партии, была поддержана образованным обществом. Вот это, эти люди не выходили на улицы. Это, кстати, одна из принципиальных ошибок, которые допустила наша власть. Она ликвидировала систему образования в стране массового для того, чтобы простые люди не были конкурентами детям новой элиты. Но беда состоит в том, что люди с хорошим образованием дорожат этим образованием и сами на улицы обычно не выходят. А вот люди, у которых образования нет и которым дорожить нечего, они как раз, будучи людьми не очень образованными, склонны на улицы выходить. Отметим, что это не относится к тем, кого мы называем новыми бедными. Особенно на Западе, где общество выхолощено за последние 70 лет после Второй мировой войны. Но, особенно после массовых выступлений молодежных 68-го года, напомню, что в 68-м году бузили как раз люди, которых вырастила семья, родители которых еще до Второй мировой войны выросли. И в большинстве своем участвовали во Второй мировой войне. И это была еще одна причина, по которой решили ликвидировать влияние семьи. Потому что семья в рамках традиционных ценностей воспитывает понятие о справедливости. Так вот, новые бедные не пойдут на улицы на Западе. Потому что в их понимании это ни к чему не ведет. Но они начнут поддерживать бомбистов точно так же, как это делали наши предки, разночинцы во второй половине 19-го, начале 20-го века. И если тогда бомбистами были сначала эсеры, а потом и более агрессивно настроенные к обществу люди-коммунисты, которых мы называем, которые в нашей стране назывались большевиками. Отмечу, кстати, что большевики не были сторонниками террористических актов, как инструмента влияния на власть. Потому что они считали, что власть нужно менять целиком. Собственно, те, кто взрывал, они исходили из логики, что можно за счет страха заставить власть пойти на уступки. В нашей стране эти две линии, одна принципиальная смена элиты, которую в конце 19-го века пропагандировали коммунисты, и попытка влиять на власть через террор, которую пропагандировали эсеры, объединились в лице исламских экстремистов. Вот основная проблема западного общества, которую они недопоняли в силу отсутствия более-менее адекватной социальной теории, состоит в следующем. Они, с одной стороны, своими руками создают новых бедных, то есть людей, которые будут поддерживать тех, кто разрушает современное общество, на которое они страшно злы. Я, обращаю ваше внимание, поддерживать неактивно. Эти люди не пойдут на улицу, но фигу в кармане будут держать. Фига в кармане – это поддержка тех, кто на улице выйти готов, и взрывы устраивать готов. И одновременно они запускают на свою территорию так называемых беженцев, которые готовы и на улице выходить, и взрывы устраивать. При этом попытка перевоспитать этих людей бессмысленно. Но эта тема тоже табуирована западной пропагандой. Дело в том, что все вот эти вот люди, все эти беженцы, они в основном мусульмане, то есть люди с жестко консервативными традиционными ценностями. Они выращены в рамках не просто авраамической традиции, но в рамках крайне жестко авраамической традиции в исполнении шариата. И этих людей пытаются перевоспитать в рамках либеральной толерантности. Но для них это сатанизм. То есть, иными словами, они рассматривают западное общество, вот эту вот либеральную модель, как такой сатанизм. Поэтому они живут общинами, поэтому они не перевоспитываются. И по этой причине они будут продолжать чрезвычайно агрессивно против этого общества выступать. Идея их перевоспитать бессмысленно. Насколько я знаю, там даже пресловутая ювенальная юстиция не работает. Точно так же, как она не работает с традиционными еврейскими семьями. То есть, если у вас еврейская семья является, как бы, частью обычного общества, то тогда у них можно отбирать детей. А если это религиозная семья, в синагогу выходит и так далее, то лучше не трогать, чтобы не вызывать массовых выступлений. Ну и так далее. Отмечу, кстати, что по богатым ювенальная юстиция не работает. В принципе. По банальной причине. Потому что там существует схема передачи богатства по наследству. Если у вас отобрали ребенка, кому вы передадите ваше богатство? Вот это вот очень специфическая вещь, которая на самом деле не рассказывается нигде и никогда. Что к разным социальным группам отношения закона разные. Но в любом случае, в результате экономического кризиса и в результате того, что некоторые вопросы табуированы, в частности, тема о том, что люди неравны, и что бедный и средний класс и богатые к закону относятся по-разному, и закон к ним относится по-разному, в результате этого современное западное общество совершает ряд очень серьезных ошибок. Потому что, еще раз повторю, средний класс никогда не будет поддерживать экстремистов. Это невозможно, это противоречит всем базовым принципам. А вот, соответственно, новые бедные поддерживать будут. Вот. И есть ли новых бедных? Ну, представим себе, что средний класс в Соединенных Штатах Америки в конце года пришла информация, что даже по формальным показателям средний класс в Соединенных Штатах Америки уменьшился, снизился меньше, чем до 50%. Ну, предположим, в пике было 70%. Значит, уже 20% это новые бедные. А если их будет еще больше, то что получается? Это десятки миллионов людей, готовых, пускай косвенно, но поддерживать террор. А если этих террористов еще при этом расплодили, как в Европе, что было в Соединенных Штатах Америки, пока сказать не могу. И в этом нужно специально разбираться. Потому что там тоже очень сильно плодят потенциальных террористов, прежде всего через пеницентарный... Я это слово не могу говорить. А через тюрьму. Потому что в Соединенных Штатах Америки сегодня на тысячи человек заключен... На 100 тысяч человек заключенных полтора раза больше, чем было в 30-е годы в СССР. И по этой причине люди, которые прошли через тюрьму... Кстати, все негры, которые проходят через тюрьму, становятся мусульманами. И это как раз почва для исламского террориста. Еще одна почва – это латины. Но тут нужно понимать, что латины, они живут в основном на юге, они живут сплоченными общинами, построенными на традиционных ценностях. И по этой причине не склонны вообще устраивать протесты против американского общества. Да, у них... Они как бы от него отдельно живут. Тем не менее, имеется еще один источник потенциальных террористов – это дети новых бедных. Потому что они уже не имеют образования, им уже нечего защищать, у них нету собственности. И вот та лютая ненависть, которую им потранслируют родители, она очень сильно бьет. Если вы не верите в эту ненависть, что, конечно, может быть, то я напоминаю, посмотрите в форумах, в которых обсуждается роль Сталина, некоторые люди с лютой ненавистью объясняют, как их прадедов раскулачивали, и как у них отобрали там что-то. То есть вот эта вот ненависть за то, что отобрали, моё, моё, она продолжает существовать даже через несколько поколений. А представьте себе людей, ну, просто для простоты, да, что у него там до пяти-восьми лет была отдельная комната в отдельном доме, а потом они стали ютиться всей семьёй в маленькой комнатёнке в коммуналке и жить в проголоде. Ничего, кроме лютой ненависти к действующей власти, такие люди не сгенерируют. Вот эта вот проблема, которая висит над современным человечеством, из-за запретов прежде всего на публичное обсуждение вот этих вот социальных проблем, это только усиливается, и в результате ошибок, которые допущены в том числе из-за этих запретов, мы видим, что под современное западное общество, ну, собственно, мы тут являемся немножко вторичным образованием, то есть мы даже на это повлиять практически не можем, поскольку мы пытаемся скопировать законодательство западное, при том, что у нас даже, в общем, среднего класса нету нужного объёма. Хотя ювенальную юстицию у нас уже ввели, хотя формально только в некоторых регионах и, как бы, в опытном порядке, но отбиться будет очень сложно, потому что, как мы знаем, либеральная линия в нашей стране, её продавливают железной рукой. Образование уже ликвидировали, здравоохранение уже ликвидировали, а мусульман пускают точно так же, как и в Европе. Ещё раз повторяю, я ничего не имею против мусульман, но это люди, которые именно в силу своих традиционных ценностей приходят в бешеное противоречие с тем либеральным государством, которое у нас есть сегодня. А попытки вменить этому государству традиционные ценности пока не получаются. Но к этому, может быть, нужно добавить, что, к сожалению, главный наш институт, который должен двигать традиционные ценности, это православная церковь, очень сильно либерализован, потому что в нём очень большую роль играют западники, которые смотрят на католическую церковь, которая, в общем, отступает под действием вот этой либеральной пропаганды. Перерыв новостей. Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. С Михаилом Хазиным. Хазиным. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Мы целый час обсуждали проблемы современного общества, социальной устойчивости. Я по этой причине хочу задать слушателям вопрос. Я понимаю, что Новый год был не так давно, поэтому трудно принять решение, но, тем не менее, я рассчитываю, что всё-таки будет. Итак, вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, для нашей страны лучше социальную устойчивость общества строить на либеральных принципах и законе или же на традиционных ценностях, в том числе семейных? Итак, повторяю ещё раз. На каком принципе лучше строить социальную стабильность общества? Если вы считаете, что нужно на законе и либеральных ценностях, то телефон 8-495-134-21-35. Если вы считаете, что на традиционных ценностях, то ответ 8-495-134-21-36. А я буду там, соответственно, каждые минут 10 этот вопрос повторять. Тут нет традиционного разделения, да или нет. Я понимаю, что традиционные ценности не противоречат закону. Я имею в виду базу, да, что справедливость важнее, чем закон. Либо же, наоборот, закон важнее, чем справедливость. Это так вот условно. Повторю ещё раз. А либеральные ценности и закон 8-495-134-21-35. А традиционные ценности и справедливость важнее 8-495-134-21-36. Кроме того, я приглашаю всех участвовать в передаче и задавать вопросы. Я надеюсь, что всё-таки будет достаточно. Вот давайте мы там на пару вопросов ответим, а потом я, соответственно, продолжу свои рассуждения. Здравствуйте, слухи. Алло, здравствуйте, Святослав. Возвращение Михаил. У меня, знаете, вопрос, как бы сказать, перпендикулярный. В том смысле, что если собрать все долги совокупные капитализма, то есть в Медвосоединённых Штатов, той же Европы, Англии, и это огромная сумма, там, десятки триллионов долларов. И выход, как вот вы считаете, видимо, будет за счёт России. Независимо от того, что либеральная здесь будет Россия. То есть, как короче говоря, раскулачивание вот этой так называемой элиты, созданной вот за последние 25 лет Ельциным, Путиным, это же единственный выход спасения мирового капитализма. Ну, вы знаете, вы очень сильно, очень оптимистично относитесь к России. Дело в том, что практически все активы России уже включены. Нефть, недра и всё остальное уже включены в капитализацию западных компаний. Нас раскулачивать нечего. Для того, чтобы мы могли что-то получить, мы должны отобрать обратно. И именно поэтому дело ЮКОСа, да, что нас пытаются объяснить, что нельзя отбирать обратно, это уже всё наше. И по этой причине до тех пор, пока, собственно, не произойдёт раскол западного общества, и пока не произойдут там радикальные принципиальные изменения, рассчитывать на то, что нам вот так вот легко дадут выскочить, не получится. Ну, собственно говоря, все мои рассуждения о том, что надо создавать там региональные системы, и всё остальное, они как раз связаны с тем, что идёт мировой кризис. Да, в 90-е годы это бы всё не получилось. А так не преувеличивайте нашего значения. Здравствуйте, слушаю вас. А вопросик задать можно? Да-да-да, я слушаю. Это самое, это радио говорит Москва. Я слушаю вас, задавайте вопрос. Пожалуйста. Значит, прошу объяснить Михаила, вот в недалёком будущем, в прошлом, цена на нефть была 100 долларов, грубо говоря. Сейчас она чуть больше 30. Значит, цена упала почти в три раза. Если раньше я мог купить ведро за 100 долларов, то теперь я могу купить три ведра. Значит, это мне выгодно. И получается, что я могу оказать больше услуг, выработать больше тепла и привезти больше продуктов. Нет, вы не правы. Дело в том, что мы больше продаём нефть, чем покупаем. Поэтому у нас баланс такой. И по этой причине мы получаем меньше денег. Да, нефть стоит меньше, но зарплата наша ещё меньше. Потому что мы не получаем за счёт перераспределения нефтяные доходы. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил. Скажите, пожалуйста, вот вы в какой момент примерно вот в своей жизни почувствовали, что экономика нашей страны идёт не тем путём? Ой, это вопрос очень сложный. Дело в том, что то, что она идёт не тем путём, стало понятно ещё в конце 80-х. Но дело в том, что в конце 80-х у меня не было представления о том, как устроена экономика. А потом, где-то с 89-го года, когда я стал работать в Институте статистики и экономических исследований, я стал разбираться в цифрах. Потому что, вообще говоря, те цифры, которые выдаёт статистика, их надо ещё правильно интерпретировать. Я ещё где-то примерно года до 95-го считал, что то, что делает команда Гайдара и Чубайса, это, в общем, вещь... Ну, может быть, они там совершают ошибки, но, в общем, это вещь осмысленная, потому что есть некоторые концепции. И только... Хотя уже в 93-м году я сталкивался с тем, что близкие к Гайдару люди рассматривали свою деятельность как тотальное воровство и, соответственно, службу Вашингтона. Но мне казалось, что это отдельные люди, кроме того, мне ещё казалось, что это у них такой способ, как бы, такой, знаете, такой демонстративный цинизм. Но, начиная где-то примерно с 95-го года, всё постепенно стало выстраиваться. Но я в 95-м году стал начальником департамента Министерства экономики, и у меня появилось, как бы, сильно больше информации о том, как всё устроено. Кроме того, я разобрался в том, как устроена вот кредитно-денежная система. Это непросто. Очень многие люди, которые, в общем, являются неплохими экспертами в узких экономических сферах, как, например, там, Олег Григорьев или Сергей Ешьянц, в системе денежного обращения разбираются слабо. Это достаточно отдельная область. И, в общем, где-то вот я бы сказал, что переход произошёл в 95-м, 96-м году. Окончательно я понял, что с этими людьми нельзя иметь дело во время выборов лета 96-го года, когда уже речь пошла об откровенном воровстве. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил. А я вот читала вашу статью, это Татьяна Яковлевна, «Красный проект». Помните, вы писали ещё несколько лет назад там в газете «Завтра». И вот там о судном проценте. Вообще, замечательная статья. Хотелось бы, чтобы Барашура, что ли, была. Понимаете, исторически она очень интересная. Я как историк просто её оценила. Так вот, о судном проценте. Что же выходит в Советский Союз, была банковская система, без этого судного процента? То есть мы были большими христианами? Нет, нет. Ну, во-первых, нужно понимать, что СССР, ещё раз повторю, это красный проект восстановления традиционной системы ценностей после того, как её в 16 веке капиталистическое общество порушило. Ещё раз повторю, с точки зрения ценностной, СССР это было государство с традиционной системой ценностей. Была тонкость, связанная с первыми годами СССР, но она действительно тонкость. То есть тут нужно очень долго и подробно объяснять. Но начиная с середины 20-х годов, когда Сталин истребил старых большевиков, ну, собственно, драка была где-то примерно с 25-го по 38-й год. То есть окончательно старые большевики были истреблены в 38-м году. Как раз именно их руками в основном и совершались все те действия, которые сегодня по неизвестным причинам называются сталинским террором. Сталин во многом, ну, как бы, не контролировал эту ситуацию, потому что она была в рамках борьбы нескольких политических кланов, причём организация именно террора принадлежала тем кланам, которые боролись против Сталина. Хотя Сталин на тот момент был формальным главой государства. Ну, если сказать, формальным был Михаил Иванович Калинин, но де-факто был Сталин. Вот. И в этой ситуации как раз СССР выступает на стороне традиционных ценностей, но именно в интерпретации красного проекта. То есть судный процент был, в СССР был кредит, но было запрещено частное присвоение доходов от этого самого судного процента. То есть, иными словами, банки были государственные, и доходы они получали как государственные банки. Это позволяло не только держать низкую ставку, но и не позволяло банкирам определять экономическую политику. На самом деле, если мы посмотрим сегодняшнюю ситуацию на Западе, то мы увидим, что подавляющая часть проблем связана как раз с этим. Сейчас я, давайте, сделаю небольшой перерыв. в ответах на вопросы и расскажу некоторую вещь, которую мы описали в нашей книжке. Значит, мы тут с моим коллегой Сергеем Щегловым из Перми написали книжку про власть. Ну, я не являюсь академическим ученым, по этой причине я не очень задумывался над вопросом о том, не совершили ли мы какое-нибудь там деяние с точки зрения официальной науки, но вот Сергей Щеглов считает, что мы совершили. И книжка, когда она выйдет, через там полтора-два месяца, мы там это описали, да, в чем состоит наш вклад. Но принципиально важная вещь. Мы там очень подробно описываем ту проблему, которая сложилась на Западе сегодня и которая, собственно, во многом и усугубляет современный кризис. Проблема это вот в чем. Дело в том, что элита, верхняя часть, которая, собственно, и управляет обществом, построена страшно консервативным способом. Если общество в целом в процессе производства построено достаточно современно, ну, там, модерно, то и, как некоторые считают, постмодерно, то есть очень сложная система отношений, то система управления выстроена более простым и более древним способом, феодальным. То есть власть устроена, управленческая власть, правительство и политические партии выстроены по феодальному принципу. То есть там есть сюзерены, вассалы, а недаром она называется вертикаль власти. Кстати, именно по этой причине если вы почитаете учебники экономические западные, то там написано государство не должно вмешиваться в экономическую деятельность. Понятно почему. Дело в том, что управляемая система не может быть сложнее управляющей. То есть управляющая система, если она простая, она эту простоту генерирует вниз. И в результате возникает замечательная картинка. Если правительство реально начинает управлять экономикой, то в этом случае экономика резко упрощается. и, соответственно, начинается деградация. Именно это сегодня начинает происходить в западном обществе. Но существует еще одна надстройка властная над вот этой вот управляющей системой. Это элита, которая ну совсем маленькая, которая составляет ну буквально сотый доли, процент от общества. Если феодальная часть составляет примерно один процент от общества в целом, то элита составляет сотую часть от управляющей системы, то есть где-то примерно одну сотую процента. Или примерно один из десяти тысяч человек в эту самую элиту входит. Так вот, элита устроена еще более примитивно родоплеменным способом. Но зато эта родоплеменная часть абсолютно не подлежит контролю не только обществу, но и управляющей системы. То есть, иными словами, эти люди не подчинены закону. Потому что они, верхняя часть элиты, у них своя система отношений. И вот эта вот картинка, я рассказывал пример, вот история с Коффи Анноном, когда Джордж Буш младший был вынужден пойти на то, чтобы организовать агрессию в Ираке, потому что ему не удалось проломить сопротивление какого-то вроде бы африканского негра Коффи Аннона, который тогда был генеральным секретарем ООН, потому что Коффи Аннон на тот момент был, пусть по браку, но членом семьи старой элиты шведской семьи Валенберг. Так вот, если мы посмотрим на состав этой самой мировой элиты, это достаточно сложно, но косвенными методами это можно. пытаться сделать довольно много об этом пишет российский историк Андрей Фурсов. У него довольно много книг, у него довольно много текстов в интернете, поэтому желающие могут его найти. Это не проблема. Так вот, Андрей Фурсов, он рассказывает как бы о составе элит, я сейчас только вывод сделаю. Существуют очень жесткие барьеры, которые препятствуют прохождению людей в состав элиты, иначе, чем через брак. И обычно не больше 5% максимум 10% за поколение. Но в 70-е годы прошлого века, когда Соединенные Штаты Америки, вообще вся западная элита дико испугалась того, что она проиграла соревнования двух систем СССР, она в 80-е 90-е годы позволила войти в элиту фактически без контроля довольно большому количеству финансистов, потому что финансисты обеспечили новую технологическую волну, собственно, вот программы регономики, которые и разрушила СССР. И как бы как аванс сначала, а потом как плата за результат, им позволили войти в мировую элиту. В результате в ней стало финансистов и по абсолютному числу, и по ресурсам больше, чем, собственно, старой элиты. Беда состоит в том, что нынешний экономический кризис, это вот разрушение тех финансовых механизмов, которые были созданы с начала 80-х годов, в результате финансовая элита должна резко сократиться. В разы, а то и на порядок, и все вернется обратно. То есть финансисты. Финансистам это страшно не нравится, а за те 35 лет, что у них были, они радикально изменили и идеологическую модель, и образовательную, и экспертную так, что теперь любая попытка разговаривать о крупномасштабных социально-политических реформах, она априори предполагает, что нельзя отказаться от доминирующей роли финансовой элиты. Именно по этой причине, кстати, на Западе в рамках мейнстримовской экономической теории до сих пор не существует теории, объясняющей то, что произошло в мировой экономике. Потому что эта теория, которая у нас уже написана, она четко объясняет, что финансовая элита должна сократиться. А мейнстрим западный, что научный, что экспертный, на протяжении 35 лет там финансировались только те люди, которые говорили о том, что роль финансовой элиты всегда будет доминирующей, упасть она не может. И они все эти концепты продолжают генерить снова и снова, потому что они встроены в систему имманентным, то есть неотчуждаемым образом. то есть в результате западные элиты оказались в ситуации дикого противоречия, потому что старая их часть понимает, что нужно менять базовые концепты и производить очень серьезные социально-политические реформы. Но при этом вся экспертная поддержка, вся научная поддержка, она все время талдычит одно и то же. Давайте проводить реформы, но только ничего не менять. Это до безумия напоминает ситуацию конца 80-х годов в СССР, когда в какой-то момент все общество стало орать отмените шестую статью Конституции, где написано, что КПСС это общественный и государственный лидер. Вот так и тут роль КПСС конца 80-х играет сегодня на Западе финансовая элита. И пока ее не удастся скинуть, никаких изменений там не произойдет. Это для них в некотором смысле катастрофа. Возвращаюсь к ответу на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, слушаю. Радио. Михаил Иванович. Алло. Да, да, слушаю. Вы не скажете, вот, есть ли у вас, как сказать, ответ на то, что скоро ли кончится эта экономическая политика, которая проводится в России Путином и всей этой либеральной грязью? А у меня нет ответа на этот вопрос. Но одно очевидно, что когда-нибудь докончится, но когда непонятно, я довольно много на эту тему писал и напишу еще раз, потому что должен в течение двух недель выйти мой традиционный прогноз, что по мировой экономике, что по России. И я надеюсь, что я там эту тему, собственно, я должен там эту тему описать. Поэтому я думаю, что я там постараюсь дать ответ. А в общем, какие-то ответы я уже давал, и у меня на сайте Хазин.ру они есть. Частично на некоторые аспекты мы даем ответ вот в книжке про власть, которая выйдет в течение ближайших, скорее всего, двух месяцев. А детали можно будет опять-таки прочитать на сайте Хазин.ру Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Леонидович, я хочу спросить вас, я очень вас уважаю, особенно после того, как я слышала вашу родословную про ваших бабушек с этой стороны и с этой стороны. Давайте мы будем по существу. Я хочу спросить. Вот я уверена, что все идет к тому, что Россия может, предположим, распасться. А что тогда нас ждет? Вы знаете, я как раз в это не верю. Я даже думаю, что скорее она может объединиться, потому что сегодня очень велика вероятность возникновения феномена 18-19 годов гражданских войн на периферии. И тогда можно будет расшириться. Может быть, не до пределов СССР бывшего, но довольно существенно. Украина это демонстрирует. Этому будет очень активно противодействовать Запад, разумеется, но у меня нет уверенности, что у него будут возможности это делать через 3-5 лет. Так что ситуация в этом смысле достаточно нетривиальная. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Ну, не хотят. Что что-то сделаешь там. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый день. А вот скажите, пожалуйста, вот вы все время говорите о том, что сравниваете Америку, Россию. Вам не кажется, вот как и такому политологу, что Россия, почему ее колбасит, что у нас никогда мы жили под вертикальной власти всю жизнь. У нас не было обратной связи. А западный мир плохой или хороший, он жил с обратной связью. Поэтому у нас жили хороший царь, плохой царь, плохой. Знаете, это на самом деле не так. Но, во-первых, я не политолог. Политологи это люди, которые с суммным видом рассуждают о том, как размножаются ежики за Кремлевской стеной, не имея при этом ни малейших представлений, ни об анатомии, ни о физиологии, ни об особенностях поведения ежиков, и даже не знающие, как устроен архитектурный ансамбль кремлевский. Я работал за Кремлевской стеной, я неоднократно наблюдал процесс и даже не боюсь этого слова два раза в нем участвовал, и поэтому я уж точно не политолог. А что касается того, что у нас нет обратной связи, у нас всегда была обратная связь. И в СССР она была невероятно сильной, и мы это сегодня видим, да, потому что ликвидированы как раз все инструменты обратной связи, и комитет народного контроля, и комитет партийного контроля, и многие другие общественные организации, которые реально существовали. Сегодня делается попытка одну из них, по крайней мере, вернуть в виде ОНФ, но будет ли она работать, это вопрос. А то, что у нас так получилось, это результат номенклатурной революции девяносто первого года, когда к власти пришли люди, которые одну из своих двух главных задач, видели избавиться от ответственности перед обществом. Я про это много раз говорил, они своей целью поставили не отвечать перед обществом, чтобы не мешали воровать. Другое дело, что они сейчас в результате оказались в тупике, потому что то, что украли и ввести некуда, а если остаться, то обратно отберут. Но это уже их проблемы, так что тут ничего не сделаешь. Перерыв на новости. Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика с Михаилом Хазиным. МХазиным. Первый, что нам нужна либеральная модель, основанная на законе. Это телефон 8495-134-2135. И другая ситуация, что нам нужна наоборот модель традиционных ценностей на основе справедливости. Это телефон 8495-134-2136. Я всех призываю продолжать отвечать. И должен отметить, что у нас уже проголосовавших больше, чем было в прошлый раз. То есть, на самом деле, я-то думал, что народ сегодня будет спать и находиться в тяжелом состоянии. А нет, он довольно так бодро отвечает. Ну вот попробую, этот номер уже был, но разговаривать не пожелал. Может быть, сейчас захочет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Михаил, есть ли на сегодняшний день или может быть появится в ближайшее время финансовая система, которая заменит банковскую систему? Спасибо. Это вопрос сложный. На него очень много людей пытаются ответить. Никакого окончательного ответа нету, но я не берусь сейчас на эту тему рассуждать. Может быть, как-нибудь мы пригласим кого-нибудь поговорить на эту тему. А теоретически надо бы позвать даже двух человек, условно говоря, либерального и, условно говоря, традиционного. То есть, я бы на самом деле позвал бы вот из тех людей, которые здесь бывают, я бы позвал отца Всеволода Чаплина и Мовчана и попытался бы с ними поговорить. И тут есть проблемы, потому что Мовчан специалист по финансовой системе, отец Всеволод нет, но я отцу Всеволоду здесь могу помочь. Мне кажется, эта тема любопытная, может быть, к ней имеет смысл вернуться. Давайте подумаем, когда у нас стабилизируется ситуация в смысле праздников, мы эту тему попробуем раскрутить. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Вот, значит, расскажите, пожалуйста, ситуацию в Забайкалье. Что там происходит? Алексей Кудрин всех детей по образованию на четыре категории должны разделить. Уже идет эксперимент, а народ не знает, про этот эксперимент. Портфолио пишут. Первая категория – дети идут на человеческое хозяйство работать. Вторая категория – детей производство. Третья категория детей – это, значит, обслуживание, сфера обслуживания и креативный класс. Вот расскажите, что это такое вообще ужас, кажется? Ну, как что? Это такая типовая совершенно ситуация, вот я вам уже рассказывал, конца девятнадцатого века, а у нас создается сословное государство, и логика следующая, что дети быдла, им не нужно иметь образование, они должны продолжать оставаться быдлом. В некотором смысле это попытка, ну, частично, да, та модель, которая была в СССР с ПТУ. То есть, поскольку в СССР была проблема воспроизводства рабочего класса, в тридцатые-пятидесятые годы воспроизводство рабочего класса шло из деревни. Но когда деревня была исчерпана, возникла проблема, откуда взять рабочих. Именно отсюда была пропаганда рабочих династий, именно отсюда шла линия, значит, на то, чтобы тех, кто учился не очень хорошо, направлять в ПТУ, чтобы они получали не самое хорошее образование. Однако СССР это было государство как бы общенародное, по этой причине в ПТУ довольно быстро вслед за обычными школами ввели всеобщее десятилетнее образование, но, правда, его качество было чуть-чуть похуже. Тем не менее, некоторые люди специально своих детей направляли в ПТУ, чтобы они получили рабочую специальность. Это считалось полезным. Например, мало кто это знает, но Миша Леонтьев, в общем, достаточно известный журналист и экономический обозреватель, а сегодня, как мы знаем, он вице-президент компании «Роснефть», он окончил ПТУ по специальности краснодеревщик, токарь-краснодеревщик. То есть, он на самом деле умеет работать руками, что вещь, как мне кажется, крайне полезная. Но я думаю, что в интерпретации нынешней власти это способ сословного деления. Я думаю, что это не получится, прежде всего, потому, что эта власть начнет разрушаться. Но логика такая есть. Кстати, отсюда же, кто получает тройки, тот не может учиться в вузах. Это та же самая линия, потому, что своим-то пятерки поставят. Вы же понимаете, что дети современной российской элиты в быдло школах не учатся, они учатся в специальных школах, платных, в специальных платных школах всем будут ставить хорошие оценки. А вообще говоря, нормальный ребенок, у которого имеются какие-то интересы, он очень часто к тем предметам, к которым интересы не имеет, относится спустя рукава и получает за них тройки. Я могу сказать, на примере своей школы у меня была, очень хорошая школа, еще там, я окончил школу в 1979 году, и у нас была очень хорошая школа с точки зрения образования, там были математические классы, в которых я и учился, но я могу сказать, что было, по крайней мере, половина предметов, по которым я уроков в 10 классе вообще не делал, мне это было неинтересно и не нужно, и в наше время я бы был вполне себе троечником, тогда у меня в эти стати всего одна тройка по русскому языку, и то из-за обмана, который допустило Министерство образования СССР, дело в том, что когда я учился в 8 классе, то мы знали точно, что у нас оценка по русскому языку пойдет из 9 класса, и по этой причине я в 8 классе позволял себе спустя рукава относиться к занятиям по русскому языку, и собственно у меня было довольно много таких вот двоек и троек, связанных с тем, что я там опять-таки уроков не делал, не готовил какие-то там бумажки, знаете, вот к экзаменам билеты писать, ну короче говоря, глупости всякие, вот, и я считал, что я ее исправлю в 9 классе, и проблем не было, а в мае месяце нам объяснили, что русский язык в 9 классе отменен, и по этой причине оценка в аттестат пойдет из 8 класса, это единственная была за всю историю советской школы оценка в аттестат, которая шла не из курса не из 9-го, 10-го, а из 8-го класса, ни в предыдущие годы, ни в последующие такого безобразия больше не было, ну и в результате, соответственно, я влип, ну вот я бы, например, вот исходя из той логики, которую сегодня двигают министерство образования, я бы не поступил бы в в университет, вообще, это, конечно, идиотизм, да, специально они разрушили систему образования и выстроили ее на базе ЕГЭ, чтобы всех уравнять, а теперь, наоборот, снова вводят систему разделения, ну, впрочем, ничего другого ожидать было нельзя, я еще раз повторю, можно, конечно, ввести сословное общество, но тогда мы свалимся в девятнадцатый век, и у нас опять будут революции, не говоря уже про то, что нас в этом случае легко завоюют окрестные соседи. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Меня зовут Юрий. Что? Я хотел вас... Зовут Юрий, Юра. Да, слушаю вас. Хотел вас спросить, когда вот конец этот сыр, где главную роль играют клоуны из правительства? Еще раз, какую роль играют клоуны? Главную роль играют клоуны. ну как? Ну, соответственно, это люди же, которые реализуют некую поставленную программу. Никому не интересно, насколько они адекватны, что они делают. Их самих мало волнует, что происходит в стране. Мы это очень хорошо видим, да, когда у нас выступают министры экономического блока и говорят, а у нас кризис закончился. Но абсолютно очевидно, что их вообще не волнует, что происходит в стране и в мире. Ну, как бы, они живут по принципу мы сидим, а денежки идут. у них-то все хорошо, их-то никто не тронет пальцем. Здравствуйте, слушаю вас. Михаил, какой вопрос? Вам знакома теория профессора Хессина? Что? Профессор Хессин. Какой профессор? Еще раз. Хессин, Хессин, профессор МГУ. Нет, не знаю, а кто это такой? Он разрабатывал теорию соотношения потребительных стоимостей безденежных отношений. Это как раз возвращаясь к тому вопросу, который один из слушателей вам пытался задать. Вы, не могу, и не проходили в университете, да? Ну, я с этим не знаком, да. Но я уже, у меня же нет экономического образования. Я же окончил механико-математический факультет МГУ. Ну, извините тогда. Да ничего страшного. Не, ну, на самом деле, вообще говоря, тут нужно сказать несколько слов, да, что вообще говоря, существует два подхода к справедливой цене. Первый, это подход рыночный, баланс, спрос и предложения. Вся проблема в том, что этот баланс обычно недостижим, точнее сказать, он устанавливается слишком медленно. А второе, это то, что пытался двигать Маркс, это, соответственно, по затратам. То есть, иными словами, стоимость должна, стоимость любого товара должна соответствовать затратам. И тот, и другой подходы, ну, в общем, не работают. И по этой, в чистом виде, и по этой причине говорить о том, как правильно это дело сложное. то есть, тут много существует разных теорий, но ни одна из них в чистом виде не работает как правильно. Я, со своей стороны, могу сказать только одно, что устанавливается некоторый крайне сложный баланс, который связан и с различными отраслями, и с различными ресурсами, и со всем остальным. Вот, собственно, классический пример – это нефть. Да, вот на самом деле цена на нефть на экономику влияет очень слабо. Она влияет на распределение между отраслями и между регионами. А на экономику в целом она оказывает слабое влияние, потому что рост цен на нефть вызывает и рост издержек в нефтяной отрасли, и увеличение инвестиционных программ. А снижение цен на нефть вызывает и снижение инвестиционных программ, и снижение затрат. То есть, ключевую роль играет не цена на нефть, а доля энергии в производстве. Вот это ключевая вещь, но доля энергии в производстве от цены на нефть влияет слабо, она определяется скорее структурой экономики, которая куда более устойчива, чем нефтяные цены. И по этой причине интерес – это структура отраслей в современной экономике. Вот это крайне интересная тема, которая очень слабо изучена, к сожалению, в современной экономике. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Скажите, Сергей из Железнодорожного, вот, может быть, не маленько в тему, но по поводу Украины. Я вот с начала Майдана все время с экранов телевизора, с радио все время говорят, вот-вот завтра все, Украина развалится, дефолт и все больше. Уже продолжается сколько времени, ну, живут, живет Украина пока. Ну, она живет очень плохо и все хуже и хуже. Что касается развалится, вы поймите, это процессы крайне медленные. Ну, вспомните, да, ну, почитайте книжки про гражданскую войну, 18-19-е годы. Как тогда было сильно хуже, чем сейчас на Украине. И то понадобилась война гражданская, и то большевики ее выиграли. То есть, выиграли те, кто, собственно, вот в этой тяжелой ситуации находился. То есть, нужно понимать, что все не так-то просто. То есть, Украина, безусловно, развалится в нынешнем своем состоянии, если не произойдет смена руководства в Киеве. Но это будет очень длительный и мучительный процесс. Мне хотелось бы еще одну вещь сказать, мне тут вот смс пришло. Сообщение, а также, сообщение такое, а также Норвегия и Швеция, разве там не найден баланс сил или нет? Значит, нужно понимать, что Норвегия и Швеция живут не за счет внутреннего рынка, а за счет рынка внешнего. И, соответственно, насчет баланса сил там сейчас очень усиливается приток тех же самых эмигрантов и создаются очень большие проблемы. Кто не верит, почитайте, что Бривик сказал, из-за чего он, собственно говоря, значит, и устроил всю ту историю, о которой устроил. Значит, напоминаем, у нас идет обсуждение, идет опрос. Скажите, пожалуйста, в рамках социальной стабильности российского общества мы должны опираться на либеральные ценности и на закон, телефон 8495-134-21-35, или же мы должны опираться на традиционные ценности и на справедливость. 8495-134-21-36. Я думаю, что минут через 10 я подведу итог. А пока мы возвращаемся обратно, я продолжаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Вы знаете, я очень много слушаю экономистов, вас сразу постоянно слушают, да? И у меня создаются впечатления, что все знают, что нужно делать, чтобы улучшить ситуацию в стране. Но никто не знает, как это делать. Вот и еще, если можно, чуть-чуть подробнее. Расскажите нам о Тихоокеанской сотрудничестве, которую сейчас Америка там проводит. И о роли Вьетнама. Говорят, там все законодательства переделывают все. Ну, вы знаете, говорить там о конкретных странах мне достаточно сложно. Я все-таки не являюсь специалистом там по Вьетнаму или даже по Китаю. Я все-таки макроэкономист, и поэтому я могу говорить о проблемах объективных. Но когда мне начинают говорить там, о какое решение приняло китайское руководство там вчера или в прошлом месяце, то для меня это сложная тема. Я должен специально этим заниматься, сходу я ответить не могу. Так вот, опрос, что делать? Проблема состоит вот в чем. Как показывает опыт, обычно безвыходных ситуаций практически не бывает. Ну, достаточно сказать, что, скажем, фашистская Германия еще, в общем, в 44-м году имела некие шансы, потому что она реально технически опережала всех. Там уже были компьютеры, там уже были... Я напомню, что компьютер, первый компьютер в мире сделали в Германии, а вовсе в 1942 году, а вовсе не в США. Там, соответственно, уже были вертолеты, там уже были реактивные самолеты, и там чуть-чуть было не сделали бомбу. А немцы уже послали весной 45-го года корректировщиков, потому что Вернер фон Браун планировал уже в августе-сентябре обстреливать Нью-Йорк межконтинентальными баллистическими ракетами. То есть, на самом деле, у них были шансы. И в этом смысле безвыходных ситуаций практически не бывает. Но любую ситуацию можно сделать безвыходной, если запретить ее обсуждать. Вот я уже говорил, что ситуация в СССР середины 80-х во многом была попорчена тем, что она блокировалась партапаратом. Была шестая статья Конституции, которая запрещала обсуждать очень многие вопросы, потому что она предполагала примат партии КПСС. Сегодня в западном обществе абсолютно такая же ситуация. Аналогом шестой статьи Конституции является доминирование финансовой элиты. И все обсуждения кризиса, все обсуждения ситуации сводятся к одной и той же мысли, что должно продолжаться доминирование финансовой элиты. А это противоречит текущим экономическим законам. И пока это происходит, никакой конструктивной модели сделать нельзя. В нашей стране современное наше правительство и наш центральный банк, наше руководство являются дочерной структурой мировой финансовой элиты. Именно по этой причине они точно так же блокируют любые реформы в нашей стране. Как их кураторы блокируют любые пытки обсуждения на Западе. Вот в чем вся проблема. То есть мы фактически снова оказались в ситуации конца 80-х. Только теперь вместо КПСС и шестой статьи Конституции доминирование финансовой элиты в мире. Вот что с этим делать, непонятно. Здравствуйте, слушаюсь. Алло. 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 Да, слушаю. Михаил, здравствуйте, с Новым годом. С Новым годом. Скажите, вот у меня два вопроса такие. Вот каким внутренним разменом наша правящая толпа может прийти внутри страны, вот как они в свое время Советский Союз разменяли. А второй вопрос. Способны ли вот обедневшие западные мещане каким-то классовым боям, как леонские ткачи и там и прочее? Спасибо. Ну, я уже про это говорил по поводу мещан, да, что мещане будут держать фигу в кармане и помогать тем реальным террористам, которые будут совершать реальные теракты. А таких много в современном обществе западном. До тех пор, пока их никто не поддерживал, у них были проблемы, потому что система в тотальной слежке, которая существует сегодня во всем мире, ну, отдайте себе отчет, что телефон в кармане означает доступ спецслужб ко всем вашим разговорам, любым, и ко всем вашим контактам, даже секретным. То есть, если вы куда-то идете и с кем-то встречаетесь, но в рамках, но при этом у вас в кармане телефон, то любой разговор будет записан. Вы можете только тихо записочку передать, не произнеся ни одного слова. И то все равно. Если и у вашего контрагента, и у вас имеются телефоны, то то, что вы с ним пересеклись, это будет отмечено. А дальше есть компьютерные программы, которые внимательно следят. То есть, любые централизованные организации вылавливаются на раз. А проблемы есть только с сетевыми организациями. А сетевые организации могут существовать только при молчаливой поддержке большого количества масс, к чему мы сегодня и идем. Вот это вот главный вопрос, с которым мы сегодня столкнулись. Ну, а на второй вопрос я, на самом деле, уже отвечал сегодня. Я даже не знаю, что тут еще можно ответить. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да. Михаил Леонидович, вот нас сейчас вы говорили, хотят разделить на касты. Ну, шудры там, грехвастки там и типа того. Да. Вот. Я хочу спросить. Вот при социализме ведь были социальные лифты. Вот у меня, например, дедушка, он был рабочим, потом стал начальником Владимирского Централа, типа вот. Папа у меня тоже кончил Орехозуевского ФЗУ, потом достиг очень больших, ну, не очень больших, как ваши предки, но достаточно больших высот. А сейчас же вот как вот это будет? Растут прекрасные дети. И что, их всех шудры? Ну да, в общем, это мечта нашей нынешней власти и мировой финансовой элиты, кстати, тоже. На самом деле они сделали лифты какие-то. Например, был такой специфический лифт, назывался Российская экономическая школа РЭШ, которая как бы самых лучших детей с математическими способностями пыталась, значит, выдрессировать в рамках мировой финансовой элиты. Сегодня это уже, скорее всего, не работает, но, собственно, в ближайшее время работать не будет точно, потому что мировая финансовая элита будет сокращаться, а речь-то идет о том, что надо, как бы, о новых-то людей уже не нужно. Но, в общем, тут никуда не денешься. С этим нужно бороться, да, любой ценой. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, я к вопросу по образованию. Я как-то слушал передачу, и Жириновский выступал, и как раз по образованию. Так вот он сказал, что меня поразило, что простому народу образование хорошее давать не надо, так как им легче будет управлять. Вот Жириновский. Был это, я не помню, год-полтора назад. Ну да. Поэтому не нужно там кудрин, а все они одинаковые. Спасибо. Меня Юрий зовут. Одинаковые-то они одинаковые, но нужно при этом понимать, что если образования не будет, то происходит деградация общества, и очень сильно растут разного рода экстремистские вещи. Поэтому, на самом деле, образование это нужно еще с точки зрения социальной стабильности. В СССР это понимают, а в современном обществе не понимают. Значит, у нас осталась буквально одна минута до конца, мы возвращаемся к голосованию. результаты. Значит, у нас 9 к 1, ровно 10% считает, что в нашем обществе социальную стабильность можно поддерживать либеральными обществами, где базой является закон, и 90% считают, что поддерживать нужно социальную стабильность традиционными методами и, соответственно, на базе справедливости. Это, на самом деле, очень сильный результат, он меня очень сильно радует, еще меня радует то, что количество ответивших на вопрос почти в два раза больше, чем во время предыдущей передачи, которая была неделю тому назад, то есть практически за 5 дней до Нового года. то есть на самом деле люди...